А хватит у тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя мне в глаза. А как же! Ты мутант! Выродок! Бесполезный реликт прежних времен, которые нужно сжечь, как засохшую ветку! Скольких людей ты спас от смерти? От Брукса, от Лешего? Да при чём здесь? Скольких, я спрашиваю? Есть над чём подумать. Глот, кто наш проповедник, здоров, драть! А дунь на него, так он уже хвост поджимает! Пойдёмте, люди! Злу не укрыться от священного огня! Огонь осветит его! Сожжёт! Очистит! Огонь осветит! Сожжёт! Очистит! Очистит! Узрите! Все пламени милосердия! О тебе, выродок, особый костёр! Ты будешь гореть медленно! И молить о смерти всеми голосами сразу, как все боицы! Я не сделал ничего дурного! Ничего! Я просто хотел жить, как вы! Помогите, люди добрые! Боги! Это ж добрый! Ты, Геральт из Рибии, розованный белым волком, а? Мясник из Главикина! Достаточно Геральта из Рибии, в чём дело? Пару лет назад один тип заплатил мне, чтобы я сохранил для тебя книжку. Сказал, что ты когда-нибудь за ней придёшь. Кто это был? Хм, он не представился. Но! У книжки красная обложка, это я помню. Я её точно не продавал. Хорошо, я поищу. Может, тогда и остальное посмотришь? У меня есть картина на продажу. Я вас поздравляю. И почему вы пришли ко мне? Это Ван Рок, а вы, кажется... Ван Рок? Я покупаю! Сейчас, сейчас! Не хватает. Добавлю-ка я вам тогда вот такую штуку. Ваш коллега однажды в заклад оставил и не забрал. Гайдан, кажется. О, интересно. О, интересно. Весёлые приключения Мюррия и прекрасные мерзавки, потешными гравюрами снабжённые. Извлечение чирьев при сжигании в научной студии. Мой манифест. Должно быть оно. Внутри какое-то письмо. Морибунда. Последнее обличие вампира. Террамантия или благородное искусство гадания на сыге? Эй, ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем! Меня ваше добыча не интересует. Мне нужна чародейка, которая здесь жила. И ты думаешь, мы в это поверим? Да. Должно быть, залегла в какой-то норе, как все остальные. От кого она скрывается? Храмовая стража взялась за магов. Травит их, как крыс. Кто может знать, где она скрывается? Я бы её поискал в Гнилой Роще. Гнилая Роща. Интересное название. Гнездо отбросов из страшилищ. Порядочного человека там не сыщешь. Поэтому ты и решил, что моя знакомая там? Я никого не хотел обидеть. Где эта Гнилая Роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место. Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай. Или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про Гнилую Рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром? Зря смеёшься. Это прозвище, понятное дело. Только с королём этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожнее. В Рощу даже Менге не суётся. Кто меня звал? Чего хотел? Менге. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату дознания. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки. Так по-твоему, их имущество можно грабить? Но маги и чародейки не закона. Но их скарб – забота храмовой стражи. А Новиград – город законопослушный. Ты знаешь, что не топыр чует мотылька за милю? Здесь дело не в чутье, а в слухе. Надо же, и в нетопырях ты разбираешься. А я думал, только в монстрах. Как не топырь чует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. Я слышал, что Новиград не место для магов и чародеек. Теперь ты говоришь, что он не для ведьмаков. И для кого он тогда? Для праведных людей, исповедующих единственно истинную веру в вечный огонь. Пока я не могу тебе ничего сделать. Но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Я буду первым, кто об этом узнает. И тебя отправят на дознание. Как каждого магического выродка, который набрался наглости марать наш город. До встречи. Найдется милостынька для убогого. Хромой. Да где я там? Обеими ногами владею. А руки, что твоя мельница? О, как махаю. О, гляди. О, я, видишь, умственно помешанный. И давно это помешательство? А с рождения? Вот здесь у меня помешательство. Во, сейчас рукой вам покажу. Видал, как рукой я показываю? По-моему, ты здоров, как лошадь. Жрецы меня смотрели изнахарь и сказали, что я помешанный. Неправду тебе сказали. Мне-то все равно. Люди милостыньки не жалеют, нравится им, как я показываю. Вот здесь. Здесь. Ну, главное, ты счастлив. А то. А больше всего я люблю, когда у меня кто дорогу спрашивает. Тогда показываю, во как. Я-то город знаю, ой, знаю. Ты, наверное, знаешь, где место под названием Гнилая Роща? Я знаю? Да я там живу. Это там. Вот туда. Туда. Вот. Там это где? В квартале у шлюх. Есть такой закоулок за воротами. И вовсе не гнилой он, и не роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. И туда всех пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка плодила под свинков. Ну, а если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то не сложно. Послушай, старая чушка плодила под свинков, а? Открывай. А ты кто? И чего здесь хочешь? Присмотрись ко мне. Что ты видишь? Желтые зенки. Два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь, платишь налог на нашу рощицу. Старая чушка плодила под свинков. Добро пожаловать в нашу рощу, брат. Наверное, пора кое-что прояснить, черопейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи это зверьё для ловчих из Храмовой Стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак. Ты говоришь, так, будто у тебя ко мне дело. Кто знает. В наши времена тот, кто носит два меча и умеет извлечь из них пользу, может быть очень полезен. Так послал бы ко мне какого-нибудь подручного. Я хотел посмотреть, как ты справишься. Одно дело умелый, другое ещё и ловкий. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьёзные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может тебе стать городским советником? Городской совет – это марионетки на ниточках, за которые дёргает иерарх Вечного Огня. А в последнее время ещё и Родовиц со своими охотниками-заколдуньями подёргивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындёж, просвятость Вечного Огня хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад палёного человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей, а прогнил сам Новиград. Геральт, добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город, потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних, потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Госпожа Чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важным. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, смотрю. А тут прямо навстречу мне выходят трое из Храмовой Стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди. У меня полный мешок магикалий. А эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый. Но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло еще, что он утонул. Так что поищи. Думаю, он найдет. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Где ты выбросил сверкок? Рядом с журавлем. У второго мостика от порта. Не ожидала такого самопожертвования. Я все равно хотел освежиться. Пойдем. Стойте. Слышите? Это за нами пришли. И раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил. И ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но... Выходите-ка лучше каналами. Через подвал. Береги себя, умник. Где-то здесь и должен быть сверток. Если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования. И что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к Молю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, и вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. А-а-а! Привет! Привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь не одна. Тебя это смущает? Ради вечного огня нет. Я просто удивился. Вдвоем вы справитесь в два раза быстрее. С виду вы настоящие мастера. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания серьезная фирма. Брандон и компания серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лесте до окончания работы. Это не лесть. Я констатирую факты. Я тоже. Тебе придется заплатить ей вперед. Ох, боюсь, это невозможно. Тогда сам гоняй своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. Знак моего доверия. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ну так как тебе мое житье бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимири до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... Смиревшийся. Я знал одного человека, который насмехался надо всем, даже над бедами. Здравый подход. Думаю, он дожил до глубокой старости. Когда в битве он потерял обе ноги, то сказал, что так даже лучше. Что они больше не будут болеть. Прекрасно понимаю этого человека. Я знаю. Только он обманывал сам себя. А у него был выход. Все иногда врут. Но обманывать себя значит бежать в никуда. В пустоту. Иногда нужно бежать. Просто чтобы забыть. Твой приятель мог бы думать о своих ногах. Только от мыслей новые бы у него не выросли. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? Я пока не знаю. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее. Я заплатил заранее, потому что знал, что верну себе свои деньги. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, и мне это не нравится. И вот что я предлагаю. Пускай господа охотники как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоих. Нет. Не убивайте, сударь. Они меня заставили. Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом и лавку. Охотники на колдуньей жалости не знают. Пощадите меня, добрый человек. Не уподобляйтесь этим кровопильцам. Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайкам. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот. Вот вам ваши деньги. А теперь пошел отсюда. Спасибо, Геральт. Не за что. Рад, что помог. Ты знаешь, я все думаю. Кто бы нам помог с Цири? И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец, богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталась пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральт. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в обрезках. За рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф Де Йонкер. Из тех самых Де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец сговаривал. Все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло. Потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе ты не поверишь. Я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь, что я пищу. Проснись, это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. В таком случае ищем печь. Испугался? Ну, испугался ведь? Вижу, что испугался. Такой отважный. А испугался маленькой Сары. Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны. И не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну, откуда? Ты выглядишь как прибожек. Ведешь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя усновидящие кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны, это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставят. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Навигград это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое, давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят. И заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он мне поверит. Да, да, да! Сделай так! А я обещаю, что не буду мучить твою подружку! Нини, ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Ты кто? Меня прислала тебе Трис Моригольд. Мамочки. У меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки Прибошка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осетр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Я видел, что госпожа Тилле вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. Здесь я сню. В жизни не видел, как работают она и романты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Расскажи, в чем заключается твой дар? Трудно это описать. Сначала я стараюсь понять связи, которые объединяют человека с тем объектом, о котором я должна видеть сон. Я задаю много вопросов, стараюсь назвать чувства, эмоции. Важна искренность, но люди все равно не хотят рассказывать о некоторых вещах. А других просто не осознают. А что ты видишь во сне? Сон вижу не я, а клиент. Мой дар заключается в том, чтобы насылать правильные сны. Иногда на настоящие события накладываются ожидания или кошмары. Приходится отделять зерна от плевел. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но... Уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Да. Не спеши. У нас есть время. После Второй войны с Нильфгардом... Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. И забрал ее в Каэр Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на разваленных стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это... Неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй. Тогда я слушаю. Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхене. И после того, как Йеннифер назвала Цири дочерью. Нас разлучили. Я знал, что она в опасности. Она мне снилась. Я нашел ее в крепости Стига. Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили. Ей хотели причинить зло. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай. Это очень личные воспоминания. Ты хочешь продолжить? Да. И я тебя слушаю. Это было в Ривии. Как раз закончилась вторая война с Нильфгардом. Все еще было неспокойно. В городе начались волнения. Громили нелюбей. Я пытался что-то сделать, но... Не смог удержать бешеную толпу. Один паренек пронзил меня вилами. И Йеннифер тоже умирал. Цири забрала нас на лодку. Мы поплыли туда, где цветут яблони, и там она оставила нас. Тогда я видел ее в последний раз. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови Смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить? Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространство и времени. Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Йен. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности. Когда Йеннифер учила ее накладывать простое заклинание, Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме. Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес. Я знаю, что она долго училась управлять способностями, но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но тон твоего голоса... Скрытые эмоции... Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она свяжалась с Лютиком. Я не знала, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Где это? Как войдешь в город со стороны квартала Красных Фонарей, будет мост. А шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышала. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Другой раз ноги из жопы повыдергаю и обратно в гузна засажу. Геральт, как всегда вовремя. А ты, Золтан, как всегда кому-то сапогом в гузна. Это кто? Местный колорит. На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали. Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Как скажешь. Ну, все у нас исправно вышло. Теперь можно и поздороваться, как боги заповедали. Сто лет тебя не видел, друг. Здорово, Золтан. Так ты его сдобрен. О, так упражняешь много. Из-за этой войны Махакамского тройного не встретишь, но ританский лагерь его отличнейше заменяет. А вот ты что-то насмурнел. Что такое? Дело в цире. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она все еще здесь. Вернулась, значит? Надо же. Интересно, я бы ее сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? Шесть? Семь? И что она вообще тут делает? Скорее всего, скрывается. Ей грозит опасность. Она тебе снилась? Несколько раз. Она и дикая охота. У-у-у, нехорошо. Да, не очень. Зато я знаю, что она была здесь и виделась с Лютиком. Значит, у нас неприятности. А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит, что за дьявольщина тут творится. Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окор, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак. Бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. Хм, давай оглядимся. Может, поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, миш. Ага. Десять бочек изысканного Тусянского, пять ящиков Саденского, тройного. Хм, ничего интересного. Да нет. Это-то мы и ищем. Это его ежедневник. Да, Лютик ежедневник. Очень смешно. Даже если он что-то отмечал, то, наверное, очень по-своему. И только он сумеет разобраться в своем бардаке. Погоди, может, все не так плохо. Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности, в том числе бухгалтерия. Еще он отмечал время свиданий, официальных и приватных. Так, с кем он там встречался? А, о, вот оно. Последнее время он встречался только с девушками. Золтан, ты предлагаешь ходить по всему городу и расспрашивать о Лютике женщин, с которыми он встречался? А у тебя есть идея получше? Лютик трепло. Наверняка он рассказывал им о своих планах. Хм, ну, добро. Надо это все как-то разделить. А хотя бы и так. Я расспрошу девушек с моей части, ты со своей. Годится? Золтан, постой. Тут все в стихах. А как иначе? Это же записная книжка Лютика. Великолепно. Ладно, встретимся здесь попозже, обсудим, кто что нашел. Я тут еще немного приберу. Не хочу оставлять такой бардак. А ты почитал бы, что ли, этот, его, не у них? Ты еще тут? Еще что-то? Да вот, проверяю, не пропало ли чего. Вот холера. Эти же все вынесут да продадут. Хорошо, что ты не ушел. Я хотел тебя кое о ком спросить. Пусть только лишь на шелке страсть ей снится, но если надо, и матрас сгодится. Молли! Она убирается у баронессы Лавалет. Он взял на прицел баронессу, а остановился на горничной? Лютик людей по происхождению не делит. В постели все равны. И потом, настоящий поэт должен хорошо знать жизнь. А так он может изучать мир с разных сторон. Если бы я его не знал, то решил бы, что он ревнует Марабеллу? Да вряд ли. Она его давняя ученица. Он мне кое-чего о ней рассказывал. Кажется, я не хочу этого знать. И правильно, потому что с некоторых пор у них стало все как-то совсем странно. То есть? Ну, она велела ему переодеваться, называла его христианом, себя Анастасией. Извращения понеслись галопом. И еще каким? Однажды она сказала, что он ее жеребец. Лютик-то это за комплимент принял. Ну, а тут она вынула у дела избрую, и педалага смылся через окно. Веспула. Знакомое имя. Это не она выбрасывала в окно его портки? Она. И вопила на полновеграды, что он рохляй и охрипший фазан. Она? И швырялась в него цветочными горшками. Ну, что делать, старая любовь не ржавеет. Как розу красит жгучий солнце вызов, так нашу розу жгут капризы. Манерам ей учиться не пристало. Она лишь карликом махала. Карликом? Не замечал за ним такой скромности. Хе-хе. Карликом роза варатра называет свой гвихир. Хорошее название, а? Ладно. Варатра. А ее отец, случайно, не львгардский посол? Он самый. Ты его знаешь? Сильно сказано. Так, перекинулся с ним парой слов в замке в Вазиме. Ну, значит, представляешь, что это за хер. И вот он нанял Лютика учить его дочек риторики. Только, говорят, роза больше любит мечами махать. И она поменяла всемирно известного барда на простого фехтовальщика? Ей кажется, ни одного. Все время слышу, что очередные учителя отказываются с ней заниматься, потому что она понавешала им люлей. Теперь ее отец ищет новую жертву. В смысле, учителя. Пусть странен лик ее изменчива природы, кто взглянет в очи, ей постигнет в жизни много. О, чувствую какое-то особенное вдохновение. Ну, я не в восторге от эльфов. Но это исключение. Ей бы сама Франциска Финдобаир позавидовала. Так, может, сам к ней исходишь? Давай уж лучше ты. Почему? Видишь ли, эльфская красота, она как молодое вино из Боклера. А я как-то больше поводки. Ну, наверное, я узнал все, что хотел. Спасибо за помощь. Я все отдам. С процентами. Только дайте мне неделю. Господин-младший не банкир. Он человек порядочный. Платишь в срок, вот тебе охрана. Не платишь? На помощь! Ты че орешь, глупая? Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасет? Почти. Не вмешивайся, Седой. Не твое это дело. У Веспула теперь новая охрана. Да ну! Это чья же? Моя. Я предложил лучшую цену. Ну, посмотрим, что у тебя с качеством, Муслок. Попробуй со мной хрен гнуть. Все в крови. Все! Столько работы и впустую! Можешь меня не благодарить. Правда. Прости. Не пойми меня неправильно. Я благодарна, но... Все, что было... Все пропало. Не знаю, помнишь ли ты меня. Но мы уже встречались. Нет. А! Погоди, погоди. Узнаю. Ты тот ведьмак, в которого я почти попала цветочным горшком. Когда, ну... Когда выпроваживала Лютика через балкон. Я здесь как раз по его поводу. Ты не знаешь, куда он делся? Верно шляется где-то, фазан хрипатый. Проходимец лживый. О-о-о! Чем-то он тебе досадил. Тем же, чем и всегда. Сердечный друг от семи недуг. Вернулся ко мне. Говорил, что теперь-то до гробовой доски. И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой. Это уже было слишком. Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях. Потом вот это. Вышвырнула я его с разбитой мордой. Лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной? Даже для него это не слишком деликатно. Может, он любит девушек в мыле? Может. И что он хотел узнать? Ну, как там в этих банях? Есть ли у меня там знакомые? Когда там открыто? Не знаю. Может, кому из них хотел дать работу в своей корчме? А я не к месту осерчала. А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера. Да. Скорее, из Курвера. Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли. У него, впрочем, тоже. Да говорю, у тебя артистка какая-то. Или шлюха. Они, в общем, по одной цене. Спасибо за помощь. Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет. То есть, да. Только скажи ему, что он козел. Но пускай забегает. Я друг Лютика. Ищу Элихаль. Ты ее нашел? Чем могу служить? Подшить что-нибудь, штаны залатать, носки заштопать? Ты Элихаль? А что ты так рот раскрыл? Я думал... Я думал, что Элихаль подруга Лютика. О, вон оно что. Подожди здесь. Так, лучше? То есть, ты... Элихаль. То есть, ты и Лютик? Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме. Он надрался в дугу. И что было дальше? А что должно было быть? Мы разговаривали. И только... Не знаю, что взбрело тебе в голову, но сразу заявляю, что мужчина меня не интересует. Ему я тоже так сказал. К счастью, разум Лютика открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Недавно его схватили охотники за колдуньями, и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, ооо, что там творилось! По костру начали бегать огненные звери, затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? Родовит Старая Курва. Я знаю, что это не мое дело, но почему, собственно... Почему я переодеваюсь? В детстве я мечтал, что когда вырасту, стану Доплером. Но стал портным. И тогда я понял, что костюм выражает сложности человеческой натуры ничуть не хуже. В один день я риданская графиня, в другой – портовый головорез. Вот она, настоящая свобода! А ты вот никогда не хотел стать хоть на минуту кем-то другим? Это должно быть страшно скучно все время быть ведьмаком. Мне еще не наскучило. Спасибо за помощь. Приятно было познакомиться. К твоим услугам. Если вдруг понадобятся новые штаны или камзол, ты знаешь, где меня искать. Геральт из Ривии! Ведьмак, прозванный Белым Волком! Ты обвиняешься в оскорблении чувств верующих! У нас приказ доставит тебя на допрос. Но сперва сдай оружие! Через мой труп. Я тебе говорил, что его не проведешь. Ну что поделаешь? Завалим как-нибудь. А к нам только чести больше. Помнишь проповедника, который говорил о чародейках и ведьмаках? И которого ты перед верующими оскорбил? От его имени мы приобщим тебя к таинству последнего очищения! Прости, я ищу Марабеллу. Марабеллу. Это я. Подожди на улице, я веду урок. Прости, но я не могу ждать. Речь идет о Лютике. Меня зовут Геральт, и я... Геральт? Я знаю, кто ты. Хорошо, если ты так хочешь принять участие в уроке, пожалуйста. Дорогие дети, у Красолова, к сожалению, лихорадка. Поэтому сегодня мы пригласили ведьмака, который расскажет нам о своей профессии. Я... Да! Здорово! Надеюсь, ты их не разочаруешь. Ну, кто хочет задать первый вопрос? Я! А что значит, что все ведьмаки похотливые? Это значит, что в результате мутаций они обладают... чрезвычайно развитым либидо. Лебидой? Если какая-нибудь девушка любит ведьмака, ведьмак говорит, что я получу, если убью чудовище? А она, что только пожелаешь. А ведьмак говорит, ха-ха, ну тогда дашь мне то, чего сама не ожидаешь. И вот оттуда берутся маленькие ведьмаки. Дети, что это такое? Следующий вопрос. А правда, что ведьмаки убивают королей? Неправда. Да врет он. Не врет! Ведьмаки не врут. Могут врать. Они же не рыцари. Вот если надо убить дракона, то зовут рыцаря. А если где-то Риггер на помойке, то рыцарь туда идти не хочет, и тогда зовут ведьмака. На сегодня хватит. Собирайте вещи, увидимся завтра утром. Да! Попрощайтесь с мастером Геральтом. Здорово, что ты зашел. Да ну, вот если бы крысолов. Ну так что? С чем ты пришел? Здорово ты меня подставила. Я бы предпочел иметь дело со стаей накеров, чем с классом девятилеток. Крысолов не возражал. А, ну да. Что с ним случилось-то? Он умер. Похоже, бубонная чума. Я не хотела расстраивать детей. Но ты пришел поговорить о Лютике? Я знаю, что ты недавно видела с Лютиком. Да, это был самый скучный вечер в моей жизни. Он читал тебе свои стихи? Нет. Мы смотрели Атлас Грибов. Хм. Может, ладно, даже гадать не буду, что взбрело ему в голову. Его интересовала плесень. Когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пенициллом, я поняла, что у наших отношений будущего нет. Я нашел у Лютика стихотворение о тебе, и из него следует, что ты необычайно талантлива. Да? Он писал о моих стихах? Меня всегда вдохновляли кони. Я мечтаю воспевать красоту этих благородных животных. Ты видел у Лютика мои строки? Это только наброски, но мне интересно, что ты о них думаешь? Эм... Нет, не видел. Хей! Бич развернула крутой узловатый свист! Хлопнул бич и натянутый боржи! Конь был танцором меж бедер ее, встал на дыбы и заржал мелкой дрожи! К сожалению, я не разбираюсь в поэзии. А ты видела Лютика после этой истории с грибами? Нет. Я даже думала дать ему еще один шанс, потому что на самом деле у него золотое сердце. Просто ему нужно немного больше дисциплины. Но он не вернулся, и я решила... Нет, так нет. Спасибо за помощь. До свидания. Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая забота. Госпожа не знает, со с кем попала. Еще бы, не про нашу честь. Я к горничной ее, к Молли. Не морочь голову. Баронесса как раз выезжает. Сойди с дороги. Геральт из Ривии у моего дома? Уверена, что это не случайность. Приветствую, баронесса. Приветствую, генерал. Ты права, это не случайность. Тебя не узнать невозможно. Но, чтобы воздать должное этикету, Мария Луиза Лавалет. Генерал императорской армии, знаком с ведьмаком? Удивительно. Да, мы уже как-то встречались. Ха, и как? Представь себе, Луиза, сам император пожелал поговорить с ведьмаком, и мне повезло с ним тогда встретиться. Хм. Значит, Геральт из Ривии работает на императора Эмгыра. Очень интересно. А теперь Варем Рейс пожелал очистить Новиград от монстров. Я ищу девушку по имени Молли. Кажется, она здесь работает. Это моя горничная. Сейчас она у моей подруги, Патриции Вигельбуд. Может быть, Геральт, ты поедешь с нами? Встретишь Молли на скачках? Что ты об этом думаешь, ведьмак? Не желаешь ли принять участие в великосветских забавах? Что ж, если Молли будет там... Тогда в путь. Мы на месте. У моего отца было похоже имение в Бруге. Я ездила туда в детстве. Идем посмотрим лошадей. Ты любишь лошадей, Геральт? Наверное. Всех своих кобыл я зову Платва. Вон та серая... Конторелла. Дочь Кагыра, чемпиона из воли. Серый хороший цвет. Для коней тоже. Мой фаворит Вороной, Немрот. Чистых кровей Нильфгардец. Странно, что он не отдал тебе честь, генерал. А эти? Рыжий и Гнедой. Рыжий — это Гром. Чистокровный ряданец. Отважный, но, пожалуй, слишком норовистый. С ним сложновато управляться. А тот Гнедой родом из Зерикании. Его недавно купил Лорд Эвольт, и я мало о нем знаю. Но вообще, Зериканские кони очень выносливы. Так Молли тоже лошадь? Прости. В конце концов, я здесь из-за нее. Я велела Молли присоединиться к нам, как только она управится с делами. Думаю, она скоро будет. Зависит от того, что ты приказала ей делать, госпожа. Впрочем, выбора нет. Я подожду. Похоже, ты разбираешься в лошадях. Разбирается — это слабо сказано. Он настоящий знаток. Кони куда честнее, чем люди. Интересно, как ты управляешься в седле, ведьмак. По большей части стараюсь не парить. А что скажешь насчет небольшого забега? Я здесь не за этим. Ведьмак, не заставляй себя упрашивать. Если выиграешь, получишь мое лучшее седло. Оно сделано в столице Нильфгарда. Отличная дубленая кожа. Почему нет? Посмотрим, так ли ты хорошо ездишь на лошадях, как в них разбираешься. Хорошо сказано. Какого коня выберешь, ведьмак? Лагерь Родовида совсем близко. Возьму Рыжего Реданца. Может, он захочет угодить своему королю. Я с тобой состязаться не буду. Лучше поставлю на победителя. По-моему, выиграет Немрод. Тогда я сяду на Контореллу. В таком случае, зачем медлить? Начинаем? Какой нокаут! Прекрасная победа! Благодарю. Для человека, у которого любую лошадь зовут Платвара, ты отлично держишься в седле. Поздравляю! Это твое! А теперь не мог бы я поговорить с твоей горничной, госпожа. Ах да, Молли. Ты же за ней приехал. Молли, вон та остатная девушка. Поговори с ней. А затем, если захочешь, мы подвезем тебя в Новиград. Я Молли. Кажется, ты хотел меня видеть, сударь? Зови меня Геральт. Геральт? Тот самый Геральт? Которого Лютик вытаскивал из стольких передряг? О да, если бы не он, меня бы тут не было. Он рассказывал мне о ваших приключениях. Как он воодушевлял тебя песни на бой. Как отвлекал Кейрона игрой на лютни. Я говорю буквально. Если бы не Лютик, меня бы здесь не было, потому что я пришел спросить о нем. Ты не знаешь, куда он подевался? К сожалению, нет. Мы давно не виделись. Госпожа Баронесса не одобряет нашего знакомства. Говорит, что Лютик лентяй и пустозвон. Ты представляешь? А сестра его тебе не поможет? Она такая милая девушка. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил взаимоденег на лодку. Лодка ему зачем? Чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны. Он сказал, что будет клубника, такое вино с пузырьками, и что он будет мне петь арии. Но потом мы больше не виделись. Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестры? Есть! Я сама видела. И что забавно, она совсем на него не похожа. Такая блондинка. Может, у них отцы разные? Матери, наверное, тоже. Может быть. Но он о ней так заботится. Свертки за ней носят, и вообще... А ты не знаешь, где ее найти? Ой, нет. Я как-то спросила Лютика, когда мы поедем к ней в гости. А он смешался и сменил тему. Спасибо, Молли. Погоди. Прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков. Но так и не показал. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает. Всем, кому только сможет. Как здорово. Спасибо. И удачи в поиск. О, Геральт. Вернемся вместе. С удовольствием. До Новиграда путь не близкий, а в компании дорога пролетит быстрее. Это верно. Ну, поехали. Вот мы и на месте. Спасибо за компанию. Взаимно. До свидания. О, Геральт. Что я могу для тебя сделать? В Империи наступают какие-то переменки? Ты правда не догадываешься? Император призвал тебя не без причины. Очевидно, что он ищет дочь. Ты много знаешь. Я обязан. Ведь я сын своего отца. А при чем здесь твой отец? Ну как же. Он близок к Императору. И знает, что оппозиция набирает силу. Настаивает на отречении. Лучшее, что сейчас может сделать Император, возвести на трон Цириллу. Но, как известно, рядом с Императрицей должен быть Император. Мой отец позаботится о том, чтобы был выбран достойный кандидат. Прощай. Почему еще? Роза Варатре меня ожидает. Я должен учить ее фехталанию. Иди за мной. Барышня уже ждет. Ты мой новый учитель? Ну-ну. В этот раз папа растарался. Начнем с деревянных мечей. Я должна знать, чего ты стоишь. Что в тебя? Хороший бой. Ты гораздо лучше, чем предыдущий. На самом деле, я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Я ведьмак. И я ищу... Ведьмак? Великолепно. Всегда хотела познакомиться с ведьмаком. Это так оригинально. Безмерно. Но позволь, мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Ну, между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлестывал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись. Я требую реванш. А ты быстрый! Ага, чтоб тебя! Может, ты не учитель передавания, но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? Нельзя отказывать, если дама настаивает. О чем это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. Эдна Вар Атре. Главная склочница к югу от Еруги. Погодите, погодите. Значит, Лютик вас перепутал? Бывало. Но тогда Роза быстро приводила его в чувства. Закрой на минуту свой зловредный ротик, сестричка. И позволь мне объяснить. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени. Он по своему тщеславию, конечно, всему верил. А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг к другу в волосы. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я еще не спятила. Лютик вел себя в последнее время как-то необычно. Вы не замечали ничего странного? Скорее нет. Оставь ее в покое, Геральт. Она так влюблена, что не заметила бы превратись он в волколака. Эдна? А что? Скажешь, его уроки были обычными? Он нас даже на кладбище водил. Уроки риторики на кладбище? Странно даже для Лютика. Он хотел, чтобы мы навестили могилы профессоров. А кончилось тем, что стал расспрашивать нас про Марграфа Хенкеля. Это кто? Старый свихнувшийся сморчок. Умер недавно. В молодости, говорят, он был меценатом. Готов поспорить, вы отлично разбираетесь в политике. Ну, мы слышим, что говорят вокруг. А что тебя интересует? Мне интересно, как решится судьба войны? Папа говорит, все зависит от Родовида. И от того, кто первый займет Новиград. А при чем здесь Новиград? Это вольный город. Он никогда не вмешивался в военные конфликты. Каждый ребенок знает, у Новиграда самый большой флот на свете. А на его казну, как говорят, можно собрать две армии. Император неуклонно движется на север. При дворе, наверное, ликование? Среди его наушников, да. А папа говорит, что это долго не продлится. Как это? Папа говорит, что война мешает торговле. И что людям надоело оплачивать капризы Императора. А вот еще что. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтессой или трубодурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. Женщина, о которой вы говорили, она не из этих краев? Хм, ну, помню, он восхвалял ее певучий коверский акцент. Это даже похоже на правду. Пару раз он назвал ее циранкой. В ковере такие чудные имена – обычное дело. Надо будет спросить у Золтана про эту циранку. Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам. Приятно познакомиться. Заходи еще. А как же наши уроки? Ты умеешь убеждать госпожа, куда и когда я должен явиться. Давай завтра? Здесь же, в то же время. Договорились. До свидания, мастер-ведьмак. Ну вот и ты, наконец, познакомился с моей Пусей. Она вот-вот заговорит. Это наследница фельдмаршала Дуба? Откуда она у тебя? А, купил на распродаже вещей какого-то чародея. Охотники за колдуньей вместе с вечным огнем устроили на него засаду и выкурили, бедняг. А барахло его выставили на продажу. Я там как раз проходил и увидал клетку с собой. Ну да, не смог устоять. Ясное дело, не смог. Только Лютик сейчас важнее. Ты узнал что-нибудь? Девушки не видели Лютика уже давно. Утверждают, что он странно себя вел. И кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из ковера. Кажется, трубодуршая. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. А-а-а, ясно. Это пресцилла. Кто же еще? А кто такая эта пресцилла? А, трубодуша. В последнее время очень популярная. Представь, что Лютик переменил пол. Вот и будет полная картина. Звучит страшно. Как же Лютик вынес встречу со своим собственным отражением? Так втрескался по уши. Ну, что можно сказать? Нашла коса на камень. На ледяную глыбищу. Эта девушка и правда вскружила ему голову. Надо с ней поговорить. Пресцилла работает вместе с труппой Ренар и Лисой. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в зимородке. Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще Пусю надо покормить. О, ты уже здесь? Заходи, давай сядем где-нибудь. Сейчас начнется. Спасибо. 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 Путь пальцем проложи Субтитры 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 Пусть Субтитры 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 Неплохой номер Хорошо еще что Лютик перед церковью не задирался А то тогда бы и началось Холера Надеюсь Лютик выйдет из этой истории живым И невредимым Ты знаешь что они делают с Бардами Ломают пальцы Или вырывают языки Или то и другое Спокойно я его вытащу Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сегеровином Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани Только смотри, это опасный тип Я тоже А вот лютик нет Поэтому прошу тебя, поторопись И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь Есть здесь кто? Открывайте Чего ломишься? Бани закрытые Мне нужно встретиться с хозяином, я знаю, что он здесь Ну и что с того? Занят он Занят? Чем? Он принимает важных гостей В таком случае скажи ему, что пришел еще один важный гость Геральт из Ривии Я не уйду, пока не увижу его Ха-ха-ха, ну хорошо, я попробую Прошу, обождать Сигероин вас ждет Меня зовут Гопен Встреча проходит в бане Однако сперва надо бы зайти в раздевалку Там вы сможете оставить одежду Пойдем Спокойно, Тесак Ублюдок младший выходит из игры Мой секретарь все вам напишет Нет у тебя секретаря А младшего мы уберем Только когда все будут за Ройвен, твой гость Да хера ты его впустил Я хотел с ним поговорить Это Геральт из Ривии Рад снова тебя видеть А я, сука, один не в курсе Ты кто еще такой? Я ведьмак У нас что, проблемы с канализацией? Все под контролем Геральт мой давний знакомый Правда вот... У вас гости Кто-то вломился в бане Несколько людей Что этот провидец хренов несет? А-а-а! Убийцы! Пожалуйста, не надо! А-а-а! А-а-а! С голой жопой я еще не бился Хорошая работа Прошу прощения за инцидент Охрана подвела Я непременно сделаю из этого выводы Это люди ублюдка Делай пока выводы из этого Не начинай Особенно при гостях Он пришел За минуту до нападения Случайность? Я так не думаю Пусть он сам все объяснит Ты не представишь меня своим знакомым? Хорошо, здесь нет Гатпена Ох, он бы отругал меня за сквилл Верной манере Франциско Бедлама Ты знаешь Впрочем, кто не слышал об этом меценате И покровителе мелких предпринимателей? Краснолюд Это Карл Вореза По прозвищу Тесак Он больше по части развлечений Я ищу ублюдка младшего Интересно Чего ты от него хочешь? Ублюдок младший поможет мне кое-кого найти За всю свою никчемную жизнь Ублюдок еще никому не помог А я его хорошенько попрошу Слышал Тесак Если бы ты не называл его мудозвоном А просто хорошенько попросил Может, он и пришел бы навстречу Вашу мать, господа Вас что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить И сделает это рано или поздно Значит, мы должны убить его первыми Так что сидите тут И пускайте пузыри под водой А я пойду Вышлю молодцов по всем точкам ублюдка Пусть поднимут шухер И выкурят паршивца А ты... Как там тебя? Если хочешь найти ублюдка Приходи ко мне Есть мысли, где искать ублюдка младшего? Буду признателен за любую подсказку Сиги Давай попробуем Геральт умеет искать людей И он не болтлив Что само по себе ценно В таком случае я вас оставляю Я зайду завтра Закончим разговор Так что, может оденемся? Неплохая мысль А потом поговорим Приватно Что было, то было Но хорошо встретить старого друга Благодаря которому я так часто принимаю в ванны Если благодаря мне ты становишься чище Значит, стоило тебе ломать эту ногу Представляешь, она скверно срослась Теперь я отмачиваю ее в горячей воде По крайней мере по шесть раз в день Иначе она гудит, как колокола в покляре на рассвете Мне жаль это слышать Тебе жаль? Ну так это решает дело Если ты еще раз выразишь сочувствие Я наверняка чудесным образом выздоровею Слушай, ты, Ровен Точнее, Дикстра Потому что у меня нет настроения играть в псевдонимы И разные шпионские игры Я пришел по конкретному делу Если хочешь меня выслушать, выслушай А если нет Избавь меня от своих блестящих реплик И просто вышвырни за дверь Да говори, мне не жалко Думаешь, Тесак найдет ублюдка? Может и найдет Только спалит при этом полгорода А это нам ни к чему Не связывайся с ним, действуй сам Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка Осмотрись Но только аккуратно Не вламывайся с полными штанами гнева Не круши, не убивай Почему ты, бедлам, не хотите войны с ублюдком-младшим? Я всегда говорил королю Визимиру Что война никаких проблем не решает Она лишь порождает проблемы Которые затем приходится решать иными средствами За начинаниями ублюдка кто-то стоит Я не хочу его убивать, пока не пойму кто А твои партнеры знают о твоем прошлом? Они знают, что на самом деле тебя зовут Сигизмунд Дикстра И что ты был главой риданской разведки Если бы я вместе с Тесаком, бедламом и ублюдком Построил мельницу и молол муку для окрестных крестьян Тогда бы мы были партнерами А то, что нам приходится договариваться Еще не делает из нас партнеров Знают ли они, кем я был? Бедлам наверняка Остальные, думаю, догадываются Мы это не обсуждаем Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят? Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр Он контролирует самое большое казино в городе Помню иерарх Хемельфард Проиграл там когда-то перстень с рубином И такой разразился скандал Есть еще арена в городских подземельях Доход составок куда меньше, чем с казино Зато там всегда нужны охранники Еще можешь заглянуть в дом ублюдка Вряд ли ты застанешь его самого Но вдруг найдешь что-нибудь интересное Где находится казино? Недалеко от башен городской стражи Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего Так что следи за тем, что говоришь Чтобы не вызывать подозрений Так где эта арена? В каналах Под золотым кварталом Но вход туда из кварталов бедноты В обрезках Ублюдок обожает добрую драку Думаю, он с радостью поглядит на ведьмака в действии Ты говорил, у ублюдка есть дом в городе? Вполне солидная недвижимость Сразу за мостом на храмовый остров Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться Я попробую найти ублюдка младшего в казино или на арене И, пожалуй, все-таки поговорю с тесаком Делай, что хочешь, только будь осторожен Ублюдок ждет ответного удара В этом я не сомневаюсь Спасибо за помощь, Дикста Ну иди уже, ведьмак А, да Если ублюдка так и не найдешь Возвращайся Я отлично знаю эту каналью Может, что придумаю Ты общаешься с Родовидом? Я вижу, шутки тебе удаются Нет Я с ним не общаюсь И надеюсь, что не буду Он не простил тебе заговора с Филиппой Эльхард? Родовид не прощает Никому и никогда А уж особенно чародейкам из ложе А что с Филиппой Эльхард? Есть какие-то новости? Только хорошие А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза, она исчезла Если все сложилось к лучшему, то она уже принимает земляные ванны Я думал, вы были близки Были, а потом Филиппа подослала ко мне убийц От шпиона до преступника Интересный путь На самом деле, это одно и то же Работа с информаторами, переговоры, подкупы Иногда заказные убийства Старые трюки Да, но когда-то ты делал все это во имя идеи А сейчас? А сейчас я решил, что хватит служить идеологии Пора работать на себя И пока что у меня неплохо получается Слушай, может ты знаешь, что стало с Лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет младшему дорогу То есть? Сидит в окружении Гурий А они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера вместе с этой своей мандолиной Слютней По мне так пусть себе там гниет хоть с Валторрой Какой-то ты резкий стал Тебя что-то беспокоит? Ах, прости Понимаешь, с тех пор, как у меня начался климакс Случаются такие приливы И я сильно нервничаю Дикство Мужиков климакса не бывает Ты же знаешь Знаю, болван А еще я знаю, что срать ты хотел на мои проблемы Зачем пришел? Ты видишь меня насквозь Мне нужна работа Я думал, ты подбросишь мне заказ монстра какого-нибудь Да Пожалуй, ты мог бы мне помочь И тогда бы я, например, поспрашивал о Лютике Выяснил бы, что с ним стало Я так понимаю, кроме сведений о Лютике Ты мне еще и денег дашь? Ничего не бывает даром, да? Интересно Когда тебя Эмгир нанимал, ты был такой же языкастый? О чем ты? Ты самый бездарный лжец, которого я знаю Хорошо, что мне не нужно, чтобы ты выиграл в покер Но, хватит сплетенок Да заплачу я тебе, заплачу Ну так что, я могу на тебя рассчитывать? Может, я помогу Чем делать? Чем говорить, проще показать Образ стоит тысячи слов и так далее И ты, разумеется, понимаешь Если ты разболтаешь про то, что видел Заработаешь перо под ребро Ясное дело Замечательно Последняя просьба Точнее, рекомендация Не вынимай меча из ножен, покуда я не скажу Прошу следовать за мной Барт Перестанься и уже минуту Я Плохой Из-за меня усыки нет со мной От того, что ты бьешься головой о стену, ничего не изменится Барт болит Барт Меньше думать Меньше думать Меньше Грустный Откуда ты вытащил этого тролля? Из Зерикании Я выиграл его в карты у торговца верблюдами Шутки у тебя одна лучше другой Ты видишь, чтобы я улыбался? Я абсолютно серьезен Барт стерег горбатых ханей Там жарко А Сиди забрал Барта Сиди добрый Я вижу, что с троллем ты отлично ладишь И зачем ты меня привел? Видишь дыру? Мы к ней еще вернемся А за этой дверью сокровищница До недавнего времени полная новиградских крон и других драгоценностей Я стерег Но было бум И нету шамны Переводи на человеческий Кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота, не считая мелочи А ты поможешь мне их отыскать Почему ты сам этим не займешься? У тебя вроде есть знакомство в местном преступном мире Зачем тебе еще и ведьмак? Видишь ли Эти деньги принадлежали не только мне Скажем Я содержу некий банк для посвященных По понятным причинам я не хочу, чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу Именно поэтому мне нужна помощь со стороны Откуда уверенность, что мне можно доверять? Нет у меня такой уверенности Я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения Потому что если ты меня подведешь Я тебя убью И скормлю Барпу Барп, неприятно Работа такая Хорошо, я тебе помогу Не вижу энтузиазма Это все из-за ведьмачьих мутаций Нас же лишают эмоций Иначе я бы прыгал от счастья Ладно, мне надо осмотреться Но сперва у меня есть пара вопросов Я весь внимание Кто-то видел, что произошло? Кроме Барта? Нет Об этой сокровищнице знали только совладельцы казны Ну и воры А в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось? Гопен клялся, что все было спокойно Постоянные посетители, никаких эксцессов Гребаная идиллия А сколько все это добро стоило? Так, более-менее А что? Хочешь прикинуть премиальные? Не надейся Я тебя слишком хорошо знаю Я просто хочу понять, что еще Три ящика нильфгарских флоринов Сундук изумрудов Рубинов и топазов Серебряные канделябры и блюда Ах, долго перечислять Вся Шамна Я так понимаю, воры пролезли через дыру у тебя за спиной? Рад твоей сообразительности О чем еще спросишь? Какой нынче год? Как зовут короля Аридании? Нет Но мне, например, непонятно, как эта дыра тут появилась Ее не было А потом бум И была Барт хотел увидеть Но не увидеть, а спать Потому что Злые грибы Какие еще злые грибы Плесень Попса Ее споры настолько ядовиты, что всего пара вдохов и тебе конец Только тролль, может быть, продержится Барт, тролль Может быть Я не тебе говорю, баран О чем бишь я? Ах, да Плесень Так вот, в каналах за сокровищницей ее очень много Я думал, это будет дополнительной защитой Но воры ее как-то обошли Ты видел их, Барт? Как Барт вышел из дыры Смотреть Что бум Вдохнул гриб И заснул И нету шамны Ладно, ладно Не расстраивайся Бум Поясни Бум Такое Большое Я поясню Взрыв разнес стену Отделяющую каналы от сокровищницы Я вижу, ты отлично находишь общий язык с троллем У меня большой опыт Я всю жизнь работаю с идиотами Ты пробовал пойти по следу воров? Разумеется Взял одного бугая Он так туп, что вопросов не задавал Приняли мы с ним по антидоту против Попса и пошли в стоге А минутой позже я вернулся один Что случилось? Парень стал страшно рыгать Так что эхо шло Говорю ему Фонс, перестань Ты все-таки в обществе графа Бывшего, но все-таки А потом он блеванул И остался без антидота Я пытался его вытащить Но услышал этокое бульканье И что-то вылезло из воды Я ценю жизни своих людей Но свою еще больше Так что бросил я Фонса И рванул к выходу Можешь описать это что-то, которое вышло из воды? Нет В каналах полно разной дряни Там ничего не разглядишь Ну, что-то ты наверняка заметил Нет, не заметил И не провел предварительного таксономического анализа Я драпал со всех ног Ну, пора осмотреться в каналах Есть у тебя еще антидот против Попса? Да, пара ампул И формула на всякий случай Отвратительная бурда, откровенно говоря Но работает Прошу Спасибо Не за что Буквально Если ты тут задохнешься Мне от тебя пользы не будет Пойду-ка я наверх А то как взгляну на пустую сокровищницу Сердце ноет Ну, удачи Барт, есть минутка? Минутка? У Барта нет минутки Есть камни Хочешь? В смысле я хотел поговорить? В смысле? Где это? Еще раз Давай поговорим Тебя Сиги любит Давай Перед кражей было что-то подозрительное? Пода Пода что? Что-нибудь другое Ты мог что-то увидеть Почуять Услышать Да Да Барт Слышал Такое А что это было за шипение? Как у змеи? Нет Другое Не как зверь совсем А как что? Как Камень Шипящий камень Откуда было слышно шипение? Барт Слышал Шипящий камень В Ножнаке Где? Ну Где? Барту нужно делать кучу Ладно Поговорим о чем-нибудь еще Хорошо У Барта есть время Барту теперь стереть нечего Почему ты так любишь Сиги? Сиги добрый Сиги заботится И запер тебя одного под землей Тебе не скучно? Делать тебе здесь нечего Барт Когда нечего делать Он думает Много А о чем? Можно узнать? Камни Камни? Камни интересно Спасибо за помощь Бывай Бываю У тебя есть минутка? Да Чего ты хочешь? Я уже облазил все каналы вокруг сокровищницы Ну и как? Что ты узнал? Я нашел тело одного из воров Его стошнило от антидота Как этого твоего фонса Прекрасная смерть У него было что-нибудь при себе? Ничего особенного Пустой флакон Будь он важной персоной Его бы так не бросили Значит обычный носильщик Такие ничего не знают Мертвый след Буквально Сокровища высыпались из ящиков Так что я смог пройти по следу воров Знаешь В той сказке С крошкой Припоминаю Кензель Гретель Сожжение ведьм Очень по-новиградски След вел до самого выхода из каналов И там оборвался Готов спорить Что ящики погрузили на лодку Понятно, что не на телегу Лодку мы не выследим Значит это тупик Похоже стену сокровищницы Разрушила бомба Посмотри Дно серебряного цилиндра Покрыто рунами Интересно Знаешь, что было внутри? Я угадал часть компонентов по запаху Масло виверны и Сахар Сахар? Геральт, у меня нет настроения шутить Я не шучу Говорю как есть В бомбе был сахар Подумаем Сахар бурно реагирует Серной кислотой Но не так быстро Чтобы вызвать взрыв Бессмыслица Не знал, что ты разбираешься в алхимии Вкусил немного В Аксенфургской академии Но сейчас не время для воспоминаний Ты казну мою ищешь А не биографию составляешь Узнал еще что-нибудь о бомбе? Бомба взорвалась в трубе Которая выходит из стены Рядом с сокровищницей Но сточная решетка В момент взрыва была на месте А значит Заряд подложили изнутри Точно Я думаю, что было так Кто-то вошел в баню Спустил воду в одном из бассейнов И бросил цилиндр в сток Бомба прошла вниз Застряла у решетки И, как говорит Барт Большой бум Надо понять, в какой сток бросили бомбу Это единственный перспективный след Верно Гопен ведет книгу посетителей Так что мы поймем, кто был в бассейне в день нападения А ты неплохо поработал Благодарю за признание А, твоя знаменитая ирония Мне так ее не хватало Неужели? Ага Как гвоздей в исподнем Ну ладно Ты осмотри бассейны справа А я возьму те, что слева Позови меня, если что-то найдешь Есть что-нибудь? Ага Фрагмент бомбы Гопен Спускай в воду из четверки И тащи сюда книгу посетителей Раз-два Кстати, ты уверен в Гопене? У него доступ к гбаням круглые сутки И он мог подслушать, где ты держишь сокровища У Гопена много недостатков Он напыщенный павлин Временами ведет себя, как настоящий хер Как бы это ни звучало в его отношении Но он абсолютно верен Откуда такая уверенность? Ведьмак должен разбираться в чудовищах А шпион в людях Филиппе Эльхард ты тоже когда-то доверял Да Но я не вытащил ее из коверской тюрьмы в ночь перед казнью Посмотрим, что тут у нас на дне Решетка из стока вынута Значит, сюда и бросили бомбу Гопен Кто был в этом бассейне в день ограбления? Поглядим Бертольд Хайнц, городской советник Йозеф Швейк, генерал И Марк Граф Хенкель Хенкель? Быть не может Марк Граф Хенкель, это кто? Скорее, кем он был Старик принимает земляные ванны с самой зимы Вот уж кого тут не могло быть в день нападения Он умер? Я и не знал Ничего удивительного Достопочтенный Марк Граф склеил ласты в борделе, одетые в кожаные шмотки Так что семья похорон не афишировала Но я-то свое дело знаю Однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами, господин Ройвен А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет, он прошел мимо Иными словами, ты видел не Хенкеля, а кого-то, кто под него сработал? Подумай головой, тебе же яйца отрезали, а не мозги А ты, Геральт, займись этим Ладно, и с чего начинать? Зайди в дом Хенкеля Это такой запущенный каменный особняк к югу от главного рынка Ловчила, которого мы еще мог оставить там какие-нибудь следы Ну, бегом Годы 1245-1254 Какой-то щелчок Кажется, в соседней комнате Цили За мной следит Менге Это он перехватил сокровища Лютик у него Беги Шаги Нехорошо Не ожидал тебя здесь увидеть Особенно в обществе Трис Я решил, что нам нужен кто-то, кто понимает в магии Очень мне любопытно, что это за руны на бомбе Тебе это так же любопытно, Трис? Нет, но мне заплатили Обожаю, когда ты пытаешься изображать циничную материалисту На самом деле, Трис здесь за идею Ей нужно золото, чтобы спасать собратьев А я смогу ей помочь, если верну казну Кстати, или как говорят в буклере апропо Ты не узнал, кто попер мое золото? Постой Сначала скажи, зачем пришел Мы договаривались, что если я что-то найду, то сам к тебе вернусь Вроде так Но я беспокоился о тебе и зашел посмотреть, все ли в порядке Сердечно благодарю Теперь можешь спать спокойно И запомни на будущее Я умею о себе позаботиться Ты заботишься о себе А я о себе Господа Я опольщена, что мне довелось увидеть эту словесную дуе Только помните, что в отличие от вас Я, выходя в город, рискую жизнью Поэтому очень вас прошу Давайте к делу Ты напрасно беспокоил Трис Бомба нас больше не интересует Потому что? Потому что я знаю, кто наложил лапу на твою казну Начальник храмовой стражи Экто Калиб Менге Вот пожалуйста, Мереголь Не только заработаешь Но и отомстишь Геральт, ты не будешь столь любезно рассказать, как ты это узнал Умираю от любопытства Это несущественно Несущественно? Мы, кажется, договорились, что ты мне поможешь Я помогаю Но это не значит, что я должен тебе во всем исповедоваться Я закрою глаза на эту наглость Но только потому, что наш блудочестивый муж действительно может иметь отношение к налету Менге последнее время швырялся деньгами Хотя, по моим сведениям У него не должно быть ни медика И что теперь? Как я слышал, Менге по утрам принимают посетителей в штабе охотников на колдунии В доках Загляните к нему и спросите, что он соизволил сделать с моим золотом Ага, значит, мы делаем всю грязную работу, а ты сидишь сложа руки Дорогой мой Если я могу кого-то использовать, я так и делаю Очень удобно И безопасно Давай, признайся, ты же боишься, Менге Разумеется, я его боюсь Он очень опасный, сукин сын Полагаю, Трис со мной согласится Я бы сформулировала это иначе Но с общей мыслью я согласна Сомневаюсь, что Менге по своей воле нам что-нибудь расскажет Я тоже Поэтому я и нанял ведьмака и чародейку Которых столь многое объединяет И как это связано с делом? Влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь? Что мне и нужно? Я имею в виду, у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми И с моей казной Иными словами, ты нами играешь Играю? Что вы? Я просто направляю объединяющие вас чувства Ну, голубки, мне пора Удачи! Я думала, ты возразишь Что мы... Ты понял Я не исповедуюсь Дикстри в сердечных делах Верно Я бы тоже не стала плакаться ему в жилетку Но мы отошли от темы Нам надо вернуть казну Рис, я должен тебе кое-что сказать В этой истории золото Дикстри интересует меня меньше всего Я так и думала Дело ведь в Цири? Да Менги где-то держит Лютика А Лютик с ней виделся Это всё меняет? Слушай Встретимся на рассвете у часовни Вечного Огня На восток от порта Подумаем вместе, как попасть в казарму охотников Идёт До свидания И спасибо тебе Хорошо, что ты пришёл Послушай Присмотрелась я к казармам Не нравится мне всё это В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость Высокие стены Охрана у ворот Внутри полно людей Мы не проберёмся внутрь Силой тоже ничего не сделаешь Менги успеет сбежать Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы И надень на меня Трис Сейчас не время для таких игр И не место Может я тебя удивлю? Но кандалы служат не только для забавы Подумай Если ты приведёшь охотникам подлую Трис Мерегольд Они не то что ворота откроют Они тебя ещё и к самому Менги проведут Исключено Это слишком опасно На кону жизнь Лютика И Цири Значит стоит рискнуть Трис, подумай Ты правда хочешь по собственной воле Идти в Логово Льва И к тому же скованный? Да Я не могу тебе этого позволить Приятно, что ты обо мне беспокоишься Но я уже приняла решение И не стану его менять Ну хорошо, допустим Они проглотят наживку Что дальше? Мы заходим Я представляю Менги Меч к горлу И спрашиваю Где Лютик? Не вариант Менги гнида Но в одном Ему нужно отдать должное Смерти он не боится Меня это всегда раздражало В фанатиках Ничего Придется брать его хитростью Какие будут предложения? Может ты скажешь Что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше О самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем То хорошо А если нет? Я думал тебе нужны деньги Дикстера Чтобы помочь чародеям Это правда Но золото можно добыть Множеством способов Это сейчас не самое важное Стой Я хочу тебя Поблагодарить Успокойся На моем месте Каждый бы Нет Не каждый Довольно Чародейке Краснеть не пристало Мне все это По-прежнему не нравится Но Что ж поделаешь Пойдем Геральт Помни Я сумею о себе позаботиться О чем ты? Охотники Они не будут обходиться со мной Как с дамой Но я выдержу Я смогу потерпеть Цири важнее всего Поэтому Что бы ни случилось Просто делай свое дело Этого я обещать не готов Я прошу тебя Хорошо? Да? Хорошо Чего надо? Я пришел за наградой За что это? За чародейку Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Мерри Гольд Мерри Гольд? Ну проходи Проходи За них больше платят Так от них и вреда больше Утопят самые большие Рыбака за ляжки покусают А они Убивают королей Плетут заговоры Вызывают войны И молоко у коров Тоже из-за нас киснет Шутки кончились Мерри Гольд Раз и навсегда В подвал ее Полегче Я отдам ее Менге И никому другому Думаешь, мы не знаем Что делать с чародейкой? Пусти Ублюдок Паршивый язык Не подходит К такому прелестному личику Придется вырвать Вместо того, чтобы вырывать язык Лучше его развязать И тогда можно узнать Интересные вещи Например Например, где скрывается Некая Филиппа Эйльхард Я тебя еще достану Захлопни пасть Рызая шлюха Говори, где она Не говори с ней так А почему? Это же шлюха Так или нет? Может и так Но это моя шлюха Я не позволю ее обижать Ладно Ну ее Расскажи О Филиппе Я тебе, кажется, ясно сказал Я буду говорить только с Менге А Менге с такими не разговаривает Тогда передавайте ему привет От меня и моей подружки Мерригольд Добро Бери ее и иди за мной Да никуда не отходи Здесь мы разойдемся Ты пойдешь к Менге А Мерригольд будет за стеной Я ее не отдам, пока не получу Не тебе тут ставить условия Дирк, ты знаешь, что делать Ничего не скажу Ни тебе, ни ему Гордая Гордая, да? Ну погоди Вырву тебе ногти Так запоешь по-другому Ладно Забирайте ее, чтобы она нам не мешала Но трогать не смейте А че это? Жалко ее стало? Нет На кой хрен она мне? Только если не сговорюсь с Менге Продам ведьму кому-другому Не хочу, чтобы вы товар испортили Вот же Деловой Получишь ты свои деньги Не волнуйся А Мерригольд получит, что заслужила Как хотите Пойдем, ведьма Покажу тебе, какие чары-мары Можно навести Обычными клещами Я сказал никого не впускать Если только нет сведений о Филиппе Эйхард А ведьмак говорит, что есть Каждый может так сказать Начнем с указательного Лучше с безымянного Сорока-ворона кашку варила Но не каждый приводит нам три с Мерригольд Да, я уже слышу Сейчас я к ней подойду Но сперва поговорим Садись Выпей, ведьма Цидарийская Урожай 1261 года Год резни в центре Не врывайся Сорока-ворона Деток кормила Курт Курт Посмотри, почему госпожа Мерригольд Так кричит Может, ей чего-то не хватает Горячего железа, например Раз уж мы заговорили о металлах Кубок из серебра Я так понимаю, ты хотел проверить Не Доплер ли я? Сразу видно, что имеешь дело с профессионалом Осторожность никогда не помешает Ты бы удивился, сколько моих собеседников превратились в вонючее заливное Я ношу на спине серебряный меч Это ничего не доказывает Доплеры могут превращать свое тело в материал, который напоминает серебро на вид и на ощупь Но это не серебро Вижу в вопросе Доплеров, ты эксперт Уж кто-кто, а ведьмак должен понимать, что надо знать своего врага Этому дала Ну, перейдем к делу За Мерегольд я выплачу тебе двойную награду Чем обязан такой щедрости? Но ведь ты отдаешь мне свою любовницу Тебе полагается доплата за моральный ущерб Да, я спал, Стрис Но какое это имеет значение, если ты даешь за нее золото? Ну да А я и забыл, что мутации отнимают у ведьмаков чувства Нет Хватит Я не могу Крепись, девочка моя Это последний палец И мы возьмемся за вторую руку Этому дала Укусила меня сука Тогда мы наденем на суку обруч Из двемерина Это ее успокоит Ты удивил меня, Геральт Быть может, мы еще договоримся Возможно, ты знаешь что-то о Филиппе Но догадываюсь, что не поделишься этим задаром Чего ты хочешь взамен Я ищу сокровища, которые до недавнего времени находились в собственности некоего Сигеройвина Вот тебе и раз Вижу, ты работаешь не только во славу Вечного Огня, но и на преступников Я работаю на тех, кто платит Как шлюха Более-менее, только спектр услуг отличается Где казна? В Коверском банке И ее не получишь ни ты, ни Робин А я думал, ты хочешь купить сведения о Филиппе Да, но не любой ценой Ну ладно, в таком случае выпусти Лютика Сначала ты расспрашиваешь меня о деньгах преступника Теперь хочешь, чтобы я выпустил на свободу богохульника и дегенерата? А я-то считал тебя человеком, в смысле существом с некоторыми моральными принципами Я не из твоей сказки, это правда Но чтобы заключить сделку, нам не обязательно соглашаться во всем Мне и сделка-то не нужна Я могу просто заставить тебя рассказать все, что ты знаешь о Филиппе Сомневаюсь Искренне сомневаюсь Я человек великой веры Стража! Ко мне! Все Все Наверное Кажется, пронесло Что случилось? Я думала, Менги проглотил наживку Проглотил А потом я спросил про казну Геральт Мы же говорили, что Впрочем, это уже не важно Может, мы найдем хоть какие-то бумаги, в которых упоминается Лютик Я обыщу его А ты осмотри комнату Начни лучше со стола Нашла что-нибудь? В кармане у него ключ от двери На, возьми За пазухой Ничего Но... Погоди Что-то в подкладке Ну? Ключик от сейфа Возьми Передай Дикстри С приветом от меня Я нашел письмо для Менги От какой-то шишки Видимо, шпиона Шпиона? Сама посмотри Контактные ящики Условные сигналы А, действительно Смердит разведкой за милю Может быть, этот агент знает что-нибудь и о Лютике? Готов поспорить Только как до него добраться? В письме сказано, как договориться о встрече И ни слова о том, где она должна быть Может, Дикстра нам поможет? Он знает все Ты немного преувеличиваешь Не уверена Ключ от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстра обрадуется Ну, по крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги за невыполненный договор Словом, стакан наполовину полон? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое Ладно, тут искать больше нечего, пора собираться С удовольствием Только лучше не через главные ворота Здесь мы разделимся, но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру Верно Мы оставили здесь слишком много следов Да А кроме того, мне надо выпустить пар Послушай Есть еще одно дело Только не здесь И, конечно, не сейчас Приходи ко мне Когда сможешь А теперь Пойдем уже отсюда Эй, там! Господин Ройвен просит на пару слов Вот же нетерпеливый сучий сын Что? Ничего, я скоро буду Кого я вижу? Геральт из Ривии Ах, ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна Мы с Менге не сговорились Совсем? Совсем Это объясняет пожар в казармах Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками? Нет, твои деньги в коверском банке Это ключ от сейфа, в котором они задепонированы Ну и ну Ну и ну Ты заслужил медаль Это все, что ты можешь сказать? Никакой сочной морали и искрометной шуточки Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Хочешь шуточку? Ну, сейчас расскажу Ты готов? Ты меня обманул Что? 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 Может, я и не должен спрашивать, но... Дикстра, откуда ты это знаешь? Угадал по полету птиц. Твой сарказм уже утомил. У меня есть недостатки похуже, поверь мне. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. Трис, откуда ты узнала, что... Когда Дикстра тебе сказал? Именно. А мне хотелось довести это дело до конца. Отличное место для свидания. Угу. Облезлый потолок, грибок на стенах, в углу мышиный помет. Губы сами складываются, чтобы... Тихо, он идет, прячься. Менге. Заболел. Менге заболел. Я не знаю, кто вы, но вы вляпались в собственное говно. По шею. Ты увяз еще глубже, уверяю тебя. Но можешь еще вывести, если ответишь на наши вопросы. Отвечу. На каждой одинаково. Пошла ты. С дамой так не говорят. С дамой нет. А с ведьмой можно. Можно. Но не стоит. Воломнел? Пошла ты. Я выдержу. Я выдержу. Конечно, выдержишь. Я только начинаю. Ты, наверное, думаешь, что больнее не будет. Будет. Хватит. Хватит. Ну как? Будешь говорить? Буду. Буду. Только скажите, о чем? Чисто из интересных. На кого ты работаешь? Не скажу. И речи быть не может. Ты уверен? Родовид. Я работаю на Родовида. Чего Родовид хотел добиться с помощью Менге? Очистить подступы. Перед походом. Ну да. Город легче занять, когда оттуда исчезнут чародеи. Сволочь. Он заплатит за это. Мы ищем Лютика. Я знаю, что он попал в руки Менге. Так это... Это все из-за него? Из-за ебаного Министреля? Вы не могли сразу сказать, вместо того, чтобы херачить меня магией? Не верю. Из-за такой мутаты. К делу. Лютик на Храмовом острове. В тюрьме под святилищем. Менге задумал для него показательную казнь в Оксенфурте. Боюсь, эти его гастроли придется отменить. Как вытащить Лютика на свободу? С острова возвращаются исключительно по приказу Менге. Отданному лично. Зараза. Мы справимся. У меня есть мысли. Я потом тебе расскажу. Хватит. Мы узнали все, что хотели. Я безмерно рад. Надеюсь, что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и... Не так быстро, Геральт. Знаю. Он слишком много видел. Но как же? Ведь я вам... Я ничего никому... Или он умрет, или я лишу его памяти. Он возводил костры на рыночной площади вместе с Менге. За это ему полагается смерть. Но... Я же помог! Помог! Файронг Ангелу. Как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Ужасно. Паршиво. Я долго могу продолжать. Но я хочу отсюда как можно скорее уйти. Умыться. И напиться. Может, я тебя провожу? Не сегодня, Геральт. Не сегодня. Есть еще кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить. Зайдешь ко мне попозже? Менге мертв, но... Мои неприятности не закончились. Ты говорила, у тебя есть мысль, как освободить Лютика. Да. Мы знаем, что он должен быть отправлен с острова в Оксенфурд. По личному приказу Менге. Верно? Точно. И в этом вся проблема. Менге умер, значит... Об этом знаем только мы. Он ведь мог убежать во время пожара. Значит, может и вернуться. Он или кто-то очень-очень на него похожий. Доплер? Верно. Я думала о твоем знакомом Дуду Бибервельте, который принимал облик купца Низушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон, не моргнув и глазом. Ага. Только он скрывается. Может, Присцилла нам поможет? Надеюсь. Геральт! Как ты познакомилась с Лютиком? На поэтическом турнире в Эландере. Конечно, я и раньше слышала о мастере Лютике. И, разумеется, сперва он показался мне надутым, самовлюбленным, фанфарованным. Только сперва? Я изменила мнение, когда он подошел меня поздравить. Я не думала, что он будет так любезен после поражения. Лютик может раздражать. Но бывают минуты, когда я понимаю, что он умеет быть честным и благородным. Если бы не это, я бы с ним, наверное, не выдержала. Понимаю. Я знаю, где Лютик. Где? В подземелье Храмового острова. Дурная шутка. Я не шучу. Ну не волнуйся, Трис придумала, как его вытащить. Нам нужно только найти Дуду. Значит, тебе надо найти Дуду, чтобы найти Лютика, чтобы найти Цири? Похоже, тебе предстоит страшно много поисков. Желаю удачи. У меня нет выбора. Я должен встретиться с ублюдком-младшим. Может, он что-нибудь знает? До свидания. Погоди минутку, ведьмак. Мне вот интересно, как это ты взял выходной ровно в ту ночь, когда ублюдок пытался меня убить? Это совпадение. Я был в бордере. Есть свидетели. Что свидетелей ты себе нашел, верю. А вот что совпадение. Нет. Знаешь что? Херовый какой-то разговор. Только время тратим. Возьмите его, ребята, и поговорите с ним сами. Я хочу знать, где ублюдок. Я тебя не предавал! Нет. Нет. Я ничего не знаю. Ты поможешь мне найти ублюдка-младшего? Я собираюсь разослать ребят по его нычкам. Но ведьмачьим клинком тоже не побрезгую. Веди моих людей. Устрою ублюдку настоящую войну. И вытащи его из норы. Мы оба от этого только выиграем. Ублюдок не должен умереть, пока я с ним не поговорю. Мои ребята немного вспыльчивые. Так что за этим ты уж сам присмотри. Идет. Я подозреваю, что ублюдок скрывается в казино в Золотом квартале. Ну или где-нибудь у арены под обрезками. Там его будут ждать мои люди. Найдите его. Готовы? Известно. Входим по твоему знаку. Ну, идем. Ты живой? Не добивай. Его мыслях не было. Ты кто? Я слышал крики внизу. Уже все в порядке. Ты мне поможешь? Вижу, не так уж сильно тебя поколотили. Давай-ка поговорим. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с риданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Чего ты хочешь? Что ты можешь рассказать про ублюдка младшего? Собираешься писать биографию? Напиши тогда и о его отце. Ублюдок, сын, ублюдка. Хорошее название. Интересно. Старый ублюдок был одним из самых беспринципных людей, которых я когда-либо встречал. Он шантажировал, убивал, прокладывал себе дорогу локтями. Говорили, что у него счеты даже с иерархом. Младший получил от него в наследство все свойства, кроме любви к поэзии. Кстати, говорят, он укокошил батюшку по дороге на поэтический вечер. А потом принял все его дела и связи. Я был в доме младшего. Слышал, слышал. Ребята наперебой рассказывали, один другого перекликивал. Ты произвел на них бешеное впечатление. Я знаю, ублюдка, и знаю, что сейчас он здорово обозлился. А скоро он не выдержит и вылезет из своей дыры. Я не могу ждать. Терпение, ведьмак, выше голову. Тесак всегда платит за хорошую работу. Так что вот тебе обещанная награда. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения, Ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Источник вполне надежный. Это могло бы объяснить, почему ублюдок почувствовал себя настолько сильным, чтобы ломиться из большой четверки. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет. А вот у тебя есть. Поясни. Темелец. Бывший командир славных синих полосок. Смекаешь? Вянун Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у Оксенфурда. Загляни к нему. Он хоть порадуется. Я ищу Роше. Нет, здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? Пропусти. Нет. Поболтали мы неплохо, а теперь давай-ка кругом и шагом марш. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ. Геральт, заходи. Геральт из Риви. Живой и здоровый. Вернан, Роше. Последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скайтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят с Скайтаэлями? Сейчас на карте судьба Тимерии. Как ты здесь оказался? С войском пришел. Как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт. Бить черных. Вступил во вторую Тимерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Мы и держали. Три дня. А потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но... Но? Но Родовид оказался ничем не лучше Ингира. Так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Я ищу ублюдка-младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Ты что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь навстречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Эксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Кто у тебя связной? Один скользкий тип. В других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, включая тебя. Пойдем. Что-то здесь не то. Посмотрим. Пойдем. Шахматы учат стратегическому умышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? Чтобы убить время? У меня нет времени, чтобы тратить его напрасно. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шушу. Шушу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Нет. Ты не понимаешь, потому что ты не король. С точки зрения пешки видны только товарищи по бокам и враги на той стороне поля. Король видит шахматную доску иначе. Злейшие враги окружают его. Собственные пешки могут запереть короля в западне. А тогда шах и смерть. Шахматы, ведьмак. Это искусство жертвовать собственными пешками. Теперь понимаешь? Думаю, что уже понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я думал, мы идем на встречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Я ищу ублюдка-младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Ридании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу делок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай, это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же, младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все. Идите. С тобой, Роше. Я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Брианкой. И мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь. Я все расскажу. Хорошо, Роше. Я подумаю. До встречи. Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Говорил, у тебя какие-то проблемы? Угу. С Брианкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить Нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Брианке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого. Или что-то вроде того. Кажется, я понимаю, Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь. Вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободное Тимерие. Ради него я пойду на все. Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова. Не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром? Я серьезно. Это был риторический вопрос. Так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить. Когда идти в атаку, а когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая, порывистая. А в партизанской войне один неверный шаг. И все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере. Потому что боялся, что если она пойдет на дело, то она делает бед. И я был прав. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, чтобы Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку. И остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Егорника рукой подать. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Тшшш. Что еще? Люди, трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там, у... Смерть с Черным! Похоже, мы опоздали. Пьянка, мать твою! Ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы. Идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с исками наружу! Ты мне не отец, Роше. И не тебе говорить, как мне одеваться. Я твой командир. И ты будешь меня слушать. Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить. Они нам помогли. Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милителе. Учись на знахарку! Ебаный хер. Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Врен. Один остался. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгир и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Роше, это жутко благородно и все такое, но так вышло, что я работаю на Ниль Геарцев. И мне с ними больше проблем не нужно. Не нравится мне это. Но я не хочу тебя подставлять. Вот и отлично. Хороший Нильф, мертвый Нильф. Я его удавлю, как... Отойди. Я все сделаю. Нейн, тро, Каир. Ладно. Идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил и Вика. Да, я вроде видел этих господ. Как их там? Ольгерт и Вик? Передавай им привет. Это еще что за вафел? Ах, ни хера себе! Ах, ни хера себе! Никто не придет. Стой! Что? Чего надо? Здравствуй, младший. Долго я тебя искал. Я пришел тебя убить. Я отдам все, что у меня есть. Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я ищу одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще девушку? У нее серые волосы и меч на спине. Как у меня. Да, да. Была такая. Помню. Теперь сосредоточься и говори правду. Знаешь, почему мне не стоит врать? Я не буду врать. Я проделал очень долгий путь, чтобы тебя найти. Я очень злой и усталый. Мне пришлось убить очень много людей в городе. Некоторые из этих людей пытались меня обмануть. Мне это не нравилось. Чувствую еще одна ложь. И чаша моей горечи будет переполнена. И тогда я сделаю что-то, о чем потом буду жалеть. Понял, почему тебе нельзя врать? Да. Вот и ладно. Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось? Что? Что с ней случилось? Она на меня напала! Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... Ну, что-то такое там. А девка и живчик приносят мне казну Сиги Ройвина. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого их, прихлебал у Дуду. И ждал, пока они за ним придут. Вот, смотри. Это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Ну, я? Ничего. Но я здесь разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу. Все по порядку. У меня плохие предчувствия. Успокойся, Лютик. Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка младшего. Ты сам знаешь. Я понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам рацию. И сантиментами их не заглушить. У нас все обязательно получится. Выше голову. Последние слова многих великих людей. Ты узнал, где держат Дуду? В комнате на последнем этаже. В той, что с балкона. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом, ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят, ублюдок за это заплатит. А теперь, друг мой, Дода, я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка, когда узнают меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми. Хе-хе. Хочешь меня кому-то представить? Вот и ты. Ты молодец, что заглянула. Я тебя ждал. Око за око. Око за око. Они идут. Дуду, вот что мы сейчас сделаем. Все так и было. Я говорю правду. Что с Дуду? Не знаю, твою мать. Пропал. Как в воду канул. Что стало с девушкой? А хер ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива. Клянусь тебе. Скажешь что-нибудь еще? Я сказал все, что знаю. Все. Ты обидел девушку, которую я ищу. И пытал ее друга. Она напала на меня. Я защищался. Умоляю тебя. Я уже получил свое. Пощади. Прошу. Я тебе скажу, в чем дело. Я ищу эту девушку. Она мне как дочь. Я просто не могу это так оставить. Нет. Если ты закончил свои дела, время отблагодарить его величество. Родовит ждать не любит, а? Не любит. Пойдешь с нами. Корабль его королевского величества Аксенфурт Ритагор. Жемчужина Риданского флота. Сейчас, правда, выведен из эскадры. Красивый корабль. Оставишь здесь оружие, потом поднимешься на палубу. За мной. Вот и ты. Чего ты хочешь от меня, король? Ты никогда не любил лишних слов. Я хочу, чтобы ты нашел мне Филиппу Эйльхарт. В свое время я приказал выколоть ей глаза. Но слепота ей, кажется, не мешает. Мои охотники обнаружили, что госпожа Эйльхарт прибывает в убежище к востоку от Аксенфурта. Вход в укрытие она защитила чарами. Значит, внутрь пройти непросто. Но ты сможешь, я знаю. Приведи мне ее. Живой. Филиппу Эйльхарт? Филиппа Эйльхарт? Чего ей здесь нужно? Я помню ее науку. Помню наказание, которое она мне назначала. В своей жестокости она всегда была последовательна и терпела. Я выколол ей глаза. Но она все еще очень опасна, поэтому будь осторожен. Я подумаю над твоим предложением. Не затягивай. Мы бы не хотели, чтобы Филиппа сбежала. Снова. Можешь идти. Вот твое оружие. Спасибо. В жизни не видел лучшей стали. Безотказный клинок, а? Дело в руке, а не встали.